Как известно, физическая культура и настроение поднимает и здоровье помогает. Так в поселении Огудневская вот уже четвертый год проходит соревнование по одному из самых любимых зимних видов спорта. Все на лыжи и на старт. Здесь главное не победа, а участие. Неважно, кто придет первым, главное пройти дистанцию в два километра по специальной подготовленной трассе. Сельское поселение Огудневская вот с момента создания физкультурно-спортивного клуба «Селено» в 2005 году большое внимание уделяет вообще спорту в поселении. В частности, зимний вид спорта приобрел новую волну, новую струю с приходом директора спортивного клуба, это Первакова Владимира Евгеньевича. Он сам спортсмен, лыжник, участвовал в соревнованиях и поэтому именно с его подачи, по его инициативе и была организована Огудневская миля. И чем привлекает теперь жителей эта гонка, то что она не носит именно спортивный характер, чтобы преодолеть результат какой-то, да, а вот именно пройтись в свое охлаждение и получить удовольствие именно от трассы, от лыжни. Стоит отметить, зимние виды спорта в Огудневском поселении весьма популярны. В ежегодном лыжном пробеге активно участвуют трудовые коллективы, местные жители от мала до велика. Все те, кто за здоровый образ жизни. В этом году более ста участников, каждый прошел дистанцию. Это массовые старты, то есть здесь люди с семьями отдыхают, то есть и получают массу позитива. Вообще главное не победа, главное участие. Дистанция замечательная, хотели сказать спасибо ежегодному такому пробегу Огудневскому, очень хорошо. Всегда дружим со спортом, дистанция привычная, то есть рабочая. Спасибо всем на самом деле, все администрации. Для трудового коллектива, представившего на спортивном празднике наибольшее количество своих сотрудников, был уготовлен специальный приз. На этот раз главный трофей достался централизованной клубной системе поселения. Каждый, прошедший дистанцию Огудневской мили, получил диплом участника пробега. Но и по традиции в конце мероприятия всех ожидали вкусные горячие чай и блины, ведь впереди целая масленичная неделя.